Ну это опять вопрос доверия. Ну то есть кто-то может воспользоваться теми же самыми клише привычными, они ему нравятся. И сразу там кричать про патриотов к сажают. Но можно с доверием отнестись к СБУ. У них же есть версия происшедшего, она довольно непротиворечивая и понятная. Это опять вопрос доверия. Я же тоже не знаю, я свечку нигде не держал. Я просто вижу информацию. У меня не возникает в отношении нее никаких особых вопросов. Потому что у нас получается, что вызвало конкретное возмущение? Что какой-то человек связанный с правым сектором мог оказаться диверсантом со стороны российских спецслужб. А это удивляет кого-то. Меня совершенно не удивляет. Ну то есть я в этой информации вообще не вижу, честно говоря, никакой сенсации. Вот. Потому что если вот так вот взглянуть на действия правого сектора, даже вот только за 2015 год, Майдан не берем. Ну просто даже вот за этот год. Год заканчивается, можно повести итоги. Но она носила абсолютно деструктивный и антиукраинский характер. Вообще весь, постоянно. Я не сомневаюсь, что какое-то количество людей, привлеченных патриотической риторикой, оказались на фронте, уже во фронтовой ситуации, мотивированные именно там уже свойственной воюющим людям мотивацией. Там чувство локтя, товарища, синдром защитника, отечества и так далее. Нормально. Вот эти все вещи. Они, может быть, для бойцов добровольческого украинского корпуса, правый сектор, это свойственно было. Но я уверен, что эти люди, их очень незначительное количество, которые на фронте с нашивками правого сектора оказались, они просто эксплуатировались нещадно реальными просто криминалами, преступниками, которые уже в тысячи человек, на которых можно завести, мне кажется, сотни уголовных дел в любом из регионов Украины. Вообще, в любом из регионов Украины. Это номер раз. А номер два, деятельность лидеров правого сектора, которых, кстати говоря, никаких фронтовых заслуг неизвестно за которыми. Дмитрий Ярыш, например, попал под обстрел всего лишь в автомобиле. Это даже их официальная версия. Потому что в точности мы не знаем. И все. Такие же боевые заслуги могут быть у любого из волонтеров, который постоянно ездил под обстрелами, возил что-то. Автомобиль попал под обстрел. Вот это все боевые заслуги Дмитрия Ярыш. А он у нас, по-моему, не состоявшийся глава, начальник Генштаба, судя по его заявлению. Вот все заявления, начиная с января 2015 года, они все носили характер обеспечения российских СМИ необходимым и текстом, и картинками. Там уже напрямую у нас МИД Российской Федерации действовал в ожидании его заявлений каких-то. Ну, например, они заявляли о том, что Минские соглашения не соблюдаются, ссылаясь на его заявление о том, что правосектор берет на себя право и не выполняет приказы Генерального штаба, если он считает, что они не правят. Вот это вот заявление, на него ссылался Лавров и говорил, что украинское руководство не контролирует ситуацию на линии соприкосновения, и, соответственно, Минские соглашения не соблюдаются абсолютно всерьез. Американским партнерам кивали на него и говорили, да у них армии как таковой нет, у них банда. Вот у них какой-то фашист заявил, что он альтернативный Генштаб организует. Что это за армия такая, у которой два Генштаба? Один от Порошенко, другой от местных фашистов. Вот все заявления, которые они делались, они кому-то могли нравиться, не нравиться в Украине. Но вот если с российской точки зрения смотреть, вот находишься ты в России и слушаешь, что говорит Пиарш. И ты понимаешь, что этот человек работает в связке с Путиным, с Лавровым, с нашим МИДом. Они работают, это ансамбль. И это совершенно очевидно. И с российскими СМИ. Они уже ждут, они закладываются, они успевают сделать подводочки. И как только он говорит какие-то вещи, сразу выстреливают все российские СМИ. Я просто очень хорошо представляю себе, как российские СМИ функционируют. Я вам скажу, что на него закладывались. Это было всегда, это было постоянно. Он только в последнее время заткнулся уже после Закарпатия. А до этого это было совершенно очевидно. И вот организация, формальный лидер которой действует таким образом, что в ней оказываются какие-то люди, связанные с российскими спецслужбами, это что-то удивительное. А Илья Богданов, фальшивый офицер ФСБ. Ну то, что он не офицер ФСБ, это же очевидно совершенно. Ну вы видели этого человека? Какой он офицер ФСБ? Это еще кого-нибудь. Он, правда, свою биографию более-менее рассказывает. И совершенно очевидно, что речь идет всего лишь о подминтованном фигуранте дела о приморских партизанах. Там просто, там очень широко брали людей, вот так или иначе связанные с приморскими партизанами. Приморские партизаны, это была такая группа молодых парней, которые взяли себе за образец северо-кавказское сопротивление, чеченских партизан в лесах, доку Умарова и так далее. И решили устроить такую же партизанскую войну у себя в окрестностях Владивостока и Уссурийска. Ну вот их поймали, частично убили, частично сейчас в тюрьме сидят. Ну такие вот ребята. Вот, собственно говоря, из этой компании Илья Богданов. Не уверен, что его зовут, Илья Богданов, но это не важно. Вот парень, в общем-то, об этом говорил совершенно открыто. Человек, имеющий такой же, такой примерно страницу в биографии, это совершенно очевидный, просто подкоментованный материал. То есть его дальше можно использовать так или это. Если ему выдали фальшивое удостоверение офицера ФСБ, что, кстати говоря, его внешность, его интеллектуальный уровень и офицерские погоны, да еще и спецслужбы, это очень смешно. Вот, забросили, человека не взяли даже в АЗОВ. Но в правом секторе прикрелся. Вот этот, например, пример. Да, я думаю, таких примеров миллион. Я думаю, что инфильтрован правый сектор, который наполовину заполнен криминалитетом, вообще мутным. Он инфильтрован российскими спецслужбами, если не наполовину, так или иначе. Поэтому вдруг неожиданно, надо же, кто-то когда-то ходил с нашивками правого сектора, а потом оказалось, что он российский диверсион. Ну да. А что удивительного-то? Это совершенно неудивительно. И вообще неудивительно, что правая часть украинского политического спектра, хотя очень условно правого сектора можно назвать правой партией, это вообще не партия, не правая, просто общая с людьей не объединенных никакой идеологии. Но вообще правая часть политического спектра во всех европейских государствах, она крепко сидит на московском финансировании. Вполне благополучных странах, в той же Франции, например. И это далеко не является ни для кого секретом. Венгрия, Франция, Великобритания, где мы сталкиваемся с крайне левыми и с крайне правыми, они всегда на московском финансировании. Ничего удивительного нет. Греция тоже сама. Почему бы Украина должна быть исключением? С какого перепугу? Если Украина государство, в отношении которого у Москвы были самые широкие амбициозные планы. То есть в отношении Франции, у Москвы планы второго порядка. Речь идет о союзнике. То Украина это жизненно важная страна для него. Что же удивительного, что крайне правые в Украине на московском финансировании находятся и инфильтрованы российскими спецслужбами. Ничего удивительного в этом нет. Это как раз естественно. Редактор субтитров А.Семкин